Астана, вы слышите нас? Ура! Не может быть. Мы рады вас видеть и слышать. Да, да, очень рады. Алмата вас слышит. Прекрасно. А коллеги в Киеве, слышите ли вы нас? Да, слышим вас. Добрый день. Спасибо большое. Мы тоже рады вас видеть и слышать. Коллеги в Кишиневе? Мы слышим всех, кроме вас мы не слышали. А сейчас меня слышно? А, великолепно. Исправила. Спасибо, Валентина, большое. Бишкек, по-моему, кто-то был в Бишкеке. Зовитесь, пожалуйста. Бишкек, слышим. Отлично. Все наладилось. Не прошло пяти минут. Все-таки мы все наладили. Тогда давайте, коллеги, начнем нашу очередную видеоконференцию. У нас сегодня обсуждение... Степан, вы Ташкент пропустили. Ташкент, я знаю, что вы слышите. Ташкент приветствует вас. Мы вас приветствуем. Мы очень рады вас видеть и слышать. Вы были лидерами. Спасибо. Спасибо. А есть ли кто-то в Ереване? Похоже, в Ереване все заняты. Давайте, коллеги, начнем нашу работу. Итак, у нас сегодня обсуждение проекта федерального закона Российской Федерации. Социальная и культурная адаптация интеграции иностранных граждан Российской Федерации. У нас есть три презентации от Всемирного банка, от ООН женщин и Международной организации по миграции. Дальше, я думаю, мы начнем обсуждение этих презентаций и высказывание своих мнений. По итогам мы надеемся принять некоторые предложения по поправкам в этот закон, которые мы разместим на портале, наверное, или передадим ИИ, передадим Федеральную миграционную службу Российской Федерации. Итак, Аня Прохорова, пожалуйста, ваша презентация. Спасибо, Степан. Мы договорились, что на каждое выступление будем тратить не более 15 минут, постараясь уложиться в это время. В своем выступлении я кратко обрисую контекст, как появился законопроект о социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов. И также остановлюсь подробно на двух моментах, которые мы сегодня предлагаем на общее обсуждение. Итак, с чего началась российская политика интеграции мигрантов? Для ответа на этот вопрос давайте представим, что принятие любого политического решения можно разделить на пять стадий. Сначала некий вопрос, как проблема появляется на повестке дня. В этом большую роль, конечно, играют экспертные сообщества и правозащитные организации. Затем происходит формулирование политического решения, которое утверждается. Затем приступаем мы к реализации этого решения. И на пятой стадии происходит мониторинг результатов реализации политики. Этот процесс пятистадийный называют также еще и циклом, поскольку после пятой стадии на основе полученной оценки происходит пересмотр того, как было сформулировано это решение и какие способы реализации решения поставленной задачи были выбраны. С тем, чтобы, пересмотрев, внести изменения. Тогда этот пятистадийный цикл повторяется снова. Так вот, вопрос о необходимости проведения мер по интеграции мигрантов был поднят, конечно же, давно в России, но активно начал обсуждаться где-то в 2009-2010 годах. На этом слайде краткая хронология событий. Вот, скажем, в 2010 году один из наиболее ярких моментов дискуссий по интеграции – это предложение по разработке Кодекса Москвича. Можно сказать, что к этому моменту вопрос или проблема необходимости проведения мер по интеграции мигрантов четко обозначилась на политической повестке в России. Вторая и третья стадии. Надо сказать, что к моменту 2010 года приступить непосредственно к формулированию неких мер по интеграции было сложно, поскольку не было в России на этот момент даже концепции какого-то нормативного документа по миграционной политике. Только 13 июня 2012 года президент России утвердил концепцию государственной миграционной политики России до 2025 года, где в числе приоритетных задач была также обозначена интеграция мигрантов, в том числе защита их прав, свобод, обеспечение социальной защищенности. Далее стадии реализации. Это та стадия, на которой мы находимся сейчас. То есть те задачи, которые были сформулированы в рамках концепции, теперь находятся на стадии реализации. Первым шагом стал в 2012 году закон о необходимости подтверждения владения русским языком на уровне не ниже базового для иностранных граждан, которые собираются работать в сфере ЖКХ, розничной торговли, бытового обслуживания. Позднее этот закон был расширен на остальные категории иностранных граждан, трудящихся мигрантов, в том числе и на тех, которым требуется получение визы для того, чтобы находиться на территории России. 2014 год. Тема нашего обсуждения сегодня – это законопроект о социальной и культурной интеграции и адаптации иностранных граждан в Российской Федерации. Помимо необходимости подтверждения знания русского языка, требуется от мигрантов также издать экзамен на знание истории и законодательство Российской Федерации. Повторюсь еще раз, это стадия 4, стадия реализации принятого решения. Далее необходимо иметь в виду, что наступит следующая стадия – мониторинг результатов, о которой мы сегодня тоже поговорим. Итак, если сравнить законопроект с теми задачами, которые были сформулированы в рамках концепции, то мы получим полное соответствие на самом деле. В течение первого этапа реализации концепции, это 2012-2015 год, были запланированы вот такие мероприятия в сфере интеграции. Создание центров содействия и миграции, создание инфраструктуры для проживания трудовых мигрантов, создание инфраструктуры для интеграции и адаптации трудовых мигрантов, включая Центры информационной правовой поддержки, курсы изучения языка, истории и культуры Российской Федерации. Это те задачи, которые были зафиксированы в концепции миграционной политики России. А вот что предлагает законопроект. Создание системы организации, оказывающих адаптационные и интеграционные услуги, включая обучение русскому языку, основам законодательства, истории, формирование о культурных традициях народов России, правилах поведения, принятых в российском обществе, создание центров информационной правовой поддержки, центров социальной адаптации и интеграции, где мигранты будут проживать и проходить обучение. То есть три ключевых момента здесь покрываются. Проживание, обучение, интеграция. Стоит отметить, что в законопроекте, конечно же, нашли отражение те рекомендации и замечания, которые были озвучены экспертным сообществом в ходе подготовки. Во-первых, в законопроекте присутствует разграничение адаптации и интеграции. В частности, такие предложения были озвучены экспертами в рамках рабочей группы, которая работала над стратегией 2020. Законопроект также предусматривает создание инфраструктуры для проживания иностранных работников. Об этом также неоднократно упоминали эксперты. Содействие обеспечения доступа иностранных граждан к получению медицинских и социальных услуг также прописано в законопроекте. Организация адаптации и интеграции несовершеннолетних иностранных граждан, то есть дети мигрантов не остались без внимания в рамках законопроекта. Содействие разработки мер по недопущению социальной исключенности иностранных граждан. И, наконец, оказание поддержки социально ориентированным НКО, работающим в сфере адаптации и интеграции иностранных граждан. Повторюсь, все это зафиксировано в законопроекте и в пояснительной записке к нему. На федеральном уровне распределение полномочий в реализации закона заключается в следующем. В участии, конечно же, ФМС России, который осуществляет общую координацию, организацию инфраструктуры по обучению и участвует непосредственно в заключении интеграционного контракта. Министерство образования и науки ответственно за подготовку учебных программ к сдаче экзаменов. Министерство коммуникации и связи будет заниматься освещением в средствах массовой информации хода реализации закона. И Россотрудничество на это ведомство возлагается задача по подготовке предвыездной мигрантов в странах исхода. Безусловно, в России уже не раз обсуждался этот законопроект. Кстати, те из экспертов, которые присутствуют у нас сейчас на российской площадке, они участвовали в этих дискуссиях. Сегодня мы хотели бы привлечь к этой дискуссии еще представителей стран исходов мигрантов. И предлагаем сегодня сфокусироваться не на множестве, а на каких-то ключевых моментах. Скажем, на наш взгляд, одним из ключевых концептуальных пробелов законопроекта является тот факт, что за рамками государственных мер остается очень важная часть целевой аудитории интеграционных мероприятий, это местное население. А ведь без его непосредственного включения в процесс адаптации интеграции мигрантов успех предпринимаемых мер будет значительно отсрочен. Кроме того, суммировав все цели интеграционных усилий, можно увидеть, что конечная стратегическая цель все-таки видится в трансформации культурной идентичности иностранных граждан. Вместо того, чтобы расширить эту стратегическую цель до создания возможностей для самореализации людей разного культурного и этнического происхождения, находящихся легально естественно на территории России. Как восполнить этот пробел? Например, можно положить в основу законопроекта и общего подхода к интеграции не одностороннее, а взаимное уважение иностранных граждан и граждан России, то есть принимающие сообщество к языку и культуре друг друга. Скажем, можно было бы вернуться к формулировке, которая была внесена в первый проект концепции миграционной политики. Это формирование взаимного уважения мигрантов, принимающего социумы, противодействие ксенофобии, национальной расовой нетерпимости. Также противодействие всем формам дискриминации мигрантов. А это потребует, в свою очередь, обращения к таким задачам, как обеспечение доступа к институтам правосудия и расширение трудовых прав иностранных работников. Кроме того, можно было бы обозначить участие принимающего населения, а не только в целом институтов гражданского общества в мероприятиях по интеграции и адаптации иностранных граждан. Это всего лишь один из моментов, который, на наш взгляд, требует внимания. Почему мы выбрали именно этот момент? На нашей странице в Facebook мы провели предварительный опрос пользователей, предложили им выбрать один из вариантов наиболее проблемных опущений в законопроекте. И отсутствие упоминания роли местного населения было выбрано большинством пользователей. Я вначале упомянула, что следующая стадия, которая нас ожидает, это мониторинг реализации мер по интеграции и адаптации. Это очень важная стадия. Кстати, опираясь на нее, можно было бы сейчас отобрать те пробелы, которые, на наш взгляд, требуют, безусловно, которые приоритетного внимания требуют. Что значит мониторинг? Мы используем некоторые индикаторы для того, чтобы судить о том, насколько эффективно осуществляется интеграция. Что мы имеем сейчас в качестве индикаторов, которые могли бы быть использованы? Например, такой важный показатель, как число иностранных граждан, сдавших экзамен по русскому языку, эти данные пока что отсутствуют. Кроме того, ведется на данный момент статистика Федеральной миграционной службы о средствах, которые поступают в бюджет за счет продажи патентов. Логично предположить, что примерно та же технология будет использоваться для отчетности о том, сколько было заключено интеграционных контрактов. И этот показатель может быть использован для мониторинга результатов. На данный момент действительно проводятся опросы общественного мнения, чтобы выявить отношение местного населения к мигрантам. И, безусловно, эти опросы будут проводиться и на них будут ссылаться, когда речь пойдет об оценке результатов интеграционных мер. Кроме того, система мониторинга предупреждений национальных конфликтов была разработана Министерством регионального развития в рамках реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. О судьбе вот этой системы, возможно, нам расскажет кто-то из присутствующих. Но смысл в том, что это еще один инструмент, который может быть также использован для мониторинга результатов. Здесь не случайно упоминается стратегия государственной национальной политики, поскольку, если мы обратимся к пояснительной записке законопроекта социальной культурной интеграции и адаптации, то в нем мы найдем упоминание о том, что цель миграционной политики в сфере интеграции и национальной политики, они сливаются в общую цель предупреждения межнациональной напряженности. Итог вот, то та информация, которую мы имеем сейчас в доступе, дает нам представление скорее о результатах присутствия иностранных граждан, трудящихся мигрантов в нашей стране. Но не информация о них самих. Какие есть альтернативы? В сентябрьском выпуске электронного бюллетеня МИРПА мы размещали небольшой материал о Сараговской декларации 2010. Это документ, в котором страны Евросоюза прописали единый индикатор интеграции мигрантов, которые предназначаются непосредственно для проведения мониторинга положения мигрантов и результатов интеграционной политики этих стран. Индикаторы направлены на разные сферы. Это четыре основных сферы. Занятость, образование, социальная инклюзия и гражданскую участие. Подробнее об этих индикаторах можно посмотреть в нашем бюллетене. Но ход реализации этой инициативы был следующий. То есть сначала был организован пилотный проект для тестирования индикаторов и анализа их значимости. Какие источники данных использовались? Это обследование рабочей силы Евросоюза. Статистика ЕС по уровню дохода и материально-бытовых условий. Обследование ОСР по оценке образовательных достижений учащихся. То есть это международная статистика в рамках Евросоюза. Плюс статистика ОСР, что для России в принципе тоже было бы возможно. Поскольку мы знаем желание России включиться в систему мониторинга ОСР, просто присоединившись уже к тем обследованиям, которые проводятся, мы могли бы получить недостающие нам будущие данные. Итак, два вопроса, которые мы предлагаем для сегодняшней дискуссии. Это, во-первых, какие концептуальные пробелы законопроекта вы могли бы назвать, на ваш взгляд? У всех есть текст законопроекта. На чем нужно сосредоточиться сейчас? И, конечно, важно продумать, какие индикаторы мониторинга мер по интеграции мы могли бы использовать, опираясь на уже имеющиеся источники данных или о каких источниках данных необходимо подумать сейчас. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Аня. Я предлагаю сначала все три презентации выслушать, потом можно задавать вопросы, потом перейдем к дискуссии. Продолжение следует...